Сегодня мы поговорим с вами об алгебре богатства. Мы попытаемся ответить на один ключевой вопрос. Как разбогатеть? Но сначала небольшой спойлер. Существует множество алгоритмов. Есть огромное количество путей, по которым шли люди, такие как Джей Зи, Уоррен Баффет и Владимир Путин. Все они шли разными путями и имели разные стартовые позиции. В любом случае, я сам являюсь предпринимателем, и я собираюсь поделиться с вами тем, что сработало для меня, и тем, чем я делюсь со своими студентами. Обстоятельства вашего рождения, к сожалению, имеют большое значение. Во многом в ваших успехах и неудачах нет вашей вины. И есть вирус, который заражает многих людей моего поколения, в основном в сфере технологий. Ведь многие путают удачу с талантом. Так как я был белым мужчиной, когда я рос в США в 70-е, у меня были преимущества. У многих людей их не было. Я получил почти бесплатное образование, и мне посчастливилось вступить в профессиональный возраст в эпоху интернета. Так что же такое алгебра богатства? По моему опыту, она сводится к этой формуле. Фокус, плюс стаицизм, помноженные на время и диверсификацию. Давайте разложим все по полочкам. Начнем с фокуса. Люди принимают отсутствие фокуса за отсутствие таланта. Талант и интеллект коррелируют с богатством, но не являются таким мощным сигналом для вашего будущего успеха, такими как целеустремленность и фокус. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти что-то, в чем вы хороши. Что-то, что вы можете делать лучше, чем большинство других людей. То, за что вам будут платить, может и не будет вашей страстью, но постарайтесь стать великим в чем-то. А сопутствующие этому великолепию аксессуары сделают вас страстным поклонником чего бы то ни было. А затем сосредоточьтесь на позиционировании себя для достижения успеха. Это означает повышение квалификации и переезд в другой крупный город, особенно пока вы молоды, чтобы вы могли там встретиться и сыграть с лучшими в своей лиге. Еще один способ позиционировать себя для достижения успеха — найти отрасли и темы, которые находятся в состоянии роста. Второе, на чем вам следует сосредоточиться, — это инвестиции в правильные отношения. Хотя это относится и к деловым отношениям. Самое важное экономическое решение, которое вы когда-либо примете, — это ваш партнер. Исследования показывают, что у людей, состоящих в браке, чистый капитал увеличивается на 77% по сравнению с их холостыми коллегами. Однако брак — это ставка на половину вашей будущей чистой стоимости. Ведь вы будете партнерами навсегда. А это значит, что развод будет стоить очень дорого. И лучший способ сохранить отношения — это не вести счет промахом и ошибкам супруга, уметь прощать и быть щедрым. Другими словами, продолжайте удивлять. Следующая часть уравнения — это стоицизм. Одна из главных задач стойка — определить, что находится под его или ее контролем, а что нет. Тратить меньше, чем ты зарабатываешь — это самый ясный путь к финансовой свободе. Потому что не зарплата делает вас богатым. Все дело в ваших привычках. Любой дурак может заработать деньги. Удержать их гораздо сложнее. Когда я был маленьким, я думал, что быть богатым — это иметь машину BMW и классные мкассины. Хэштег крутяк. Но как взрослый, сейчас я знаю, что на самом деле лучше. А теперь давайте развеем миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужно быть миллиардером. Вам не нужно быть героем. Я знаю партнеров и инвестиционные банки, которые ежегодно получают миллионы. Однако между их бывшими женами, алиментами, домами в Хэмптоне и сказочным образом жизни они тратят все до последней копейки. Они бедные. А вот мой отец. Он зарабатывает почти 50 тысяч долларов в год, получая пенсию от Королевского флота и социального обеспечения, а тратит около 40 тысяч. И он богат. Самый мощный и перспективный показатель вашей финансовой свободы — это не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы сумели сохранить. Стоики также являются воплощением хорошего характера. Добиться успеха в жизни гораздо проще, если другие люди хотят, чтобы вы добились успеха. Еще одна другая стоическая добродетель, имеющая отношение к богатству, — это сдержанность и дисциплина. В наш век суперзабилия ваши инстинкты могут сбить вас с пути. Не позволяйте им сделать это. Соблазны потребления повсюду, промышленное производство и вычислительная мощность создали повсеместную обреченность и переход из эконом-класса в премиум эконом, из бизнес-класса в первый класс, из первого класса в частный самолет, и все это может показаться инвестициями в себя. Они не являются таковыми. Равно как и часами сидеть и смотреть видео с тиктоками, постоянно проверять твиттер, инстаграм или фейсбук в поисках каких-то подтверждений или смотреть на цену биткоина по 7 раз в день на Coinbase. Мы получаем дофамин по инстинктивным причинам, но теперь ловушки повсюду, и нам трудно модулировать дисциплину. Между инвестициями и потреблением существует тонкая грань. Одно укрепляет вашу экономическую безопасность, а другое вызывает прилив дофамина. Если вы инвестируете, чтобы научиться или получать дофамин, потому что это весело, это прекрасно. В этом нет ничего плохого. Но вы должны признавать, что оба эти способа стоят денег. И еще одно. Любой, кто говорит вам, что нужно быть готовым потерять все, говорит не об инвестировании, а об азартных играх. Если вы серьезно относитесь к инвестированию, вы не должны быть готовы или хотеть потерять все. Если бы вы инвестировали в недорогие индексные фонды 10 лет назад, то превзошли бы 90% альтернативных инвестиционных фондов. А если вы держите корзину диверсифицированных акций, хотя бы 20 лет, то никто еще не терял деньги на этом. Конечно же, если вы не инвестировали в фонды Финнекс. Третий элемент нашего уравнения — это время. В долгосрочной перспективе время — ваш союзник. В краткосрочной — это ваш враг. Количество времени, которым мы располагаем, совершенно не зависит от нас. Не растрачивайте его попусту. Время — это единственная вещь, с которой не стоит быть щедрым. Инвестируйте рано и сделайте это привычкой. Математика о сложных процентах не врет. Если начать рано с малого, то это будет лучше, чем если начать позже, но с большей суммой. Давайте возьмем двух человек. Оба инвестируют по 4 тысячи в год. Первый начинает в 20, но прекращает инвестировать в 40. Второй начинает в 40, но заканчивает в 65, зарабатывая 10% в год. В итоге первый получит на 600% больше, чем второй, благодаря десятилетиям дополнительного умножения процентов. Помните, что на рынке нужно время, а не попытки угадать время для входа в рынок. И, наконец, последнее — диверсифицируйте. В инвестировании диверсификация — это ежовые рукавицы, которые гарантируют, что одно неверное решение не станет фатальным ударом. Пули, непробиваемые, бронежилеты не дают гарантии, что в вас не выстрелят. Более того, они не заглушают боль. Они просто не дают пулем убить вас. Вот одна история. Я купил акции Netflix по 12 долларов за штуку. Это хорошая новость. А сейчас они стоят больше 550 долларов. Это делает меня гением, верно? Неправильно. И почему? Я продал их по 10 долларов за акцию через полгода после покупки, чтобы зафиксировать налоговый убыток в конце года, и больше никогда не покупал эти акции. Это была ошибка. Но она не была фатальной. Потому что у меня был диверсифицированный портфель, и эта диверсификация помогала мне двигаться дальше вперед. Один из моих первых стартапов назывался Red Envelope. Когда он провалился, я прошел путь от покупки частных самолетов за одно утро до потери 70% своего состояния за каких-то две недели. Все произошло достаточно быстро. Кроме того, я не вкладывал достаточно средств в свой брак, и это стоило мне еще 60% моей чистой стоимости. Однако, как бы то ни было, я научился, и все это стало для меня реальностью. И после этого я начал инвестировать от 10 до 30% всего, что я зарабатывал с тех пор. Я не инвестировал ни во что, что не хотел держать, по крайней мере, десятилетия. И я никогда не вкладывал более 10% своей чистой стоимости в какой-то один актив. И сегодня это число составляет 5%. Это не значит, что я не участвую в неожиданных возможностях, которые предлагают асимметричные преимущества. Я участвую. Просто я не ставлю на них целое ранчо. Вы все еще можете получать пули. Вам не нужно быть героем. Просто следите за тем, чтобы они вас не убили. Итак, фокус плюс продукт стоицизма, времени и диверсификации. А финансовая и эмоциональная безопасность сводятся к дисциплине, щедрости, просмотру финансграмм и инвестированию каждый чертов день. Итак, чтобы ответить на вопросы, которые мы все себе задаем. Как построить жизнь в любви? Как добиться экономической безопасности? Как разбогатеть? Ответ. Медленно.